Я накрасила губы блеском, который мне подарили в шестом классе. Надеюсь, мои губы не взорвутся. Все привет, ребята, ребятушки! Как у вас дела? Уверена, что все хорошо. Сегодня во мне проснулось такое чувство, что я умею готовить. Мне кажется, у каждого такое ужасное в жизни случалось. Ну и я не исключение. Листала я тикток и наткнулась на низкокалорийные рецептики десертов. Я когда-то отказалась от сладкого, но совсем. И у меня пропала тяга к сладкому, к мучному, все вот эти булочки, все дела. Я очень долго период не ела сладкое. Но почему-то в этом году мне хочется сожрать весь дом. Что? Я не знаю, почему так, но я очень хочу есть много сладкого. А в форме-то оставаться все-таки хочется. Вы не подумайте, я ничего против не имею сладостей, каких-то высококалорийных. Какая разница, сколько калорий в еде? Главное, чтобы было вкусно. Правильно? Правильно. Но иногда хочется реально просто съесть весь дом. Поэтому я хочу сегодня попробовать низкокалорийные рецепты десертов. Ну и не только десертов, еще один будет рецепт, который будет не сладкий. Я раньше очень любила готовить все вот эти вот десертики по рецептам из тиктока и всяких других прикольных приложений. Но как-то у меня пропало желание, и снова оно появилось. И хочется готовить, потому что зима. На улицу выходить не хочется, хочется страдать херней дома. Но готовка это полезно. Будем убивать свободное время с пользой на продуктивном. Рецепты, которые я выбрала. Я обожаю синабоны. Мне кажется, что это самая вкусная выпечка, которую вообще могло придумать человечество. Я была помешана на синабонах с 6 по 7 класс, где-то примерно в этот период. Каждый день после школы мы с друзьями заходили и просто скупали всю пекарню. Мне кажется, что эта пекарня просто поднялась чисто на нас. На нас, которые обожали синабоны. Но они-то были действительно очень вкусными. Так в общем, я наткнулась на аккаунт. Он называется Weight Loss with Vera. Там очень организованы хорошо все эти рецепты. Есть отдельный сайт, есть TikTok, есть YouTube-канал, где показывается, как готовить эти рецепты. В общем, все очень подробно и все выглядит достаточно легко и просто. Поэтому я надеюсь, что не возникнет никаких проблем и сложностей. Хотя, зная себя, я найду проблемы и сложности абсолютно в любом занятии. По-другому же не интересно, правильно? Первое, что я хочу попробовать приготовить, это синабон, которым на одну порцию 150 калорий. Как вы знаете, в обычных синабонах раза в 2-3 больше калорий. Поэтому я считаю, что это интересненько. Готовится он 23 минуты, как это говорит сайт. Здесь указаны ингредиенты на одну порцию. То есть можно сделать не триллион вот этих синабонов, а только один. Следующее, что я хотела попробовать приготовить, это шоколадный торт, которым на кусочек, на один кусочек, на секундочку, 70 калорий. Как нам это говорит сайт? Звучит заманчиво. Еще рецепт, который я хочу повторить, это пицца, которой 150 калорий. В целой пицце 150 калорий. Не, ну понятное дело, что она идет там без кучи топпингов, то есть там получается просто сыр и соус, но это не важно. Главное, чтобы было вкусно. С чего начать? Я не знаю. Эта пицца готовится 45 минут. Чего так долго? Тогда я предлагаю начать с пиццы, потому что она готовится дольше всего. И пока она будет там запекаться, мы будем готовить десерты. Собираем волосы, потому что мы же не хотим кушать блюдо с волосами. Приступаем. Что нам для этого понадобится? Одно огромное яйцо. Separated. Отделенное получается. Филадельфия. Лимонный сок. Это для теста. Для топпинга к этой пицце нам понадобится соус томатный и тоже сыр. А где мука? Подождите, а где мука? Получается, это будет запеченная яичница с топпингами, как у пиццы. Ну а чего вы ожидали от низкокалорийного рецепта? Вот листаешь рецепт в ТикТоке низкокалорийный, например, там пицца, выглядит просто бомба. Там написано, что 150 калорий на порцию, а в итоге это просто яичница с топпингами, как у пиццы. Just think about it. Что? Надеюсь, что это хотя бы будет вкусно. В теории, почему нет? Если вы любите яйца, я думаю, что это будет вкусно. Но сам прикол в приготовлении, другая техника, то есть будет как омлет воздушный, что-то типа того. В общем, ладно, давайте пробовать. Огромное яичко имеется. Филадельфия. Ну, у меня есть Филадельфия, но у меня есть начатый крем-сыр, поэтому будет Филадельфия не от Филадельфии. Лимон тоже имеется. Я тогда сразу поставлю разогреваться духовку. Так, мне нужно посмотреть, как она делает эту пиццу. Короче, она отсоединила желток от белка. Наверное, надо свет включить. Нет! Вот всегда, когда я отсоединяю желток от белка, у меня одна скорлупа таких размеров, а другая таких. И как мне теперь перелить желток? Просто жесть. Просто я не знаю, как описать мои чувства. Это капец, ребята. Просто жесть. Мой словарный запас. Ё-моё, что это за гомункул? Конечно же, как всегда, после того, как мы разбиваем яйцо, надо триллион раз помыть руки водой. Дальше она добавляет лимон. Ну, добавим, ладно, уговорила тетя. На глаз херачим, потому что у меня нет всяких этих измерительных стаканчиков, ложечек. Зачем тратить деньги на это, когда можно делать все на глаз? Дальше, как я поняла, она смешивает крем-сыр с желтком. Добавляем крем-сыр. Желток. Она не добавляет соль, но мне почему-то кажется, что надо добавить. Так, ладно, я перемешала, но у меня получилось какое-то достаточно жидкое тесто. Я надеюсь, что оно не расплывется по всему противнюю. Ага, на пергамент она его выкладывает. Окей. Выливаем на свой страх и риск. Ой, ребят, не знаю, что это выйдет. Кому еще в голову могло прийти создать такой рецепт? Я, конечно, надеюсь, что это получится вкусно. Блин, пицца из яйца. Что это такое вообще? Ну, хотя пока получается все, как она показывала. Все как на видео, значит, пока идем по правильному пути. Мы не сдаемся. Все в отличие. Оставим это в духовку. А на сколько градусов? Ладно, сейчас посмотрим. Ой, этот ваш тикток ни до чего хорошего не доведет. Короче, написано, что в первый заход надо выпекать 20-25 минут при 180 градусах. А потом, когда добавили топпинги, еще 5-10 минут. Пока выпекается это тесто яичное. Будем готовить десерт. Я посмотрела, как оказывается, для следующих двух рецептов десертных нам понадобится apple sauce. Но у меня нет яблочного соуса, поэтому я хочу приготовить его сама. Ну, по сути, я просто закину в блендер яблоко полезное, очищенное. Ничего вроде сложного. Блин, вот на самом деле, чем мне нравится тикток? Тем, что там можно найти действительно полезную информацию, действительно полезные рецепты. Вот за это я люблю тикток, действительно. Во всех остальных случаях я считаю, что это говно полное. Извините, но что правда, то правда. Мне кажется, что тикток это довольно токсичное приложение, в котором можно очень легко потерять свою самооценку или вообще прийти к какому-то психическому расстройству. Потому что в тиктоке очень легко набрать аудиторию, но эта аудитория, она какая-то очень придирчивая. Я не знаю, почему так. Ты можешь выложить видео без каких-либо надписей, без каких-либо хэштегов, просто себя какой-то такой вот красивый, а тебе будут писать какую-то херню, понимаете? Просто найдут к чему придолбаться всегда и везде. Ребята, просто calm down, просто chill. Поэтому я никогда не думала развивать тикток. Мне эта платформа никогда не нравилась, но рецепты там классные. Вот, ребят, за это лайк. Мне кажется, что качественную, долгосрочную аудиторию, которая будет оставаться с вами, несмотря ни на что, которая будет вам преданная, очень сложно набрать. И мне кажется, что такую аудиторию можно набрать только на ютубе. В инстаграме, возможно. А в тиктоке очень токсичные люди. Я очень люблю ютуб. Мне кажется, блин, ютуб это такая атмосферная, такая уютная платформа. Я захожу на ютуб просто как себе домой, поэтому мне очень нравится сюда снимать. Ребята, вы не представляете, как. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать вам большое спасибо, что вы меня смотрите. Я вас люблю. В моем сердечке. Так, я почти тут уже дочистила, дорезала яблоки. Закидываем их в блендер. Вроде как, мой собственный рецепт по приготовлению яблочного пюре сработал. Я просто взблендерила яблоко с водой, и вроде что-то получилось. Но оно какое-то густое, я думаю, сейчас еще воды добавить. Кстати, что-то мы убить за яйцо. О боже, что-то оно как будто немножко подгорает, надо убавить, наверное. Первое, что она делает для синабона, это перемешивать муку с йогуртом. Она советует использовать йогурт полной жирности, чтобы тесто получилось пышнее, вкуснее, сочнее. Сколько муки? 4 столовые ложки. Окей, герл. И 2 столовые ложки йогурта. Извините, но что это такое? Ну, вроде как, это тесто похоже на правду, а вроде как похоже на тотальную ложь. Чувствую себя каким-то итальянцем, который лепит пиццу. Кстати, пицца одна тому же печется у меня из яйца. Дамы и господа, пришло время доставать нашу яичную пиццу. Фу, она сейчас сгорела. Ну, пахнет реально яичный, посмотрите. Так, по плану нужно добавить соус томатный и сыр. Ну, у меня имеется вот такой вот соус томатный. В общем, на глаз херачим, по граммовкам все равно. И 30 грамм сыра. Я помню, я когда-то взвешивала в этом слайсе ровно 32 грамма. 30-32, поэтому пока что все идет по рецептику. Что вы как-то не ложите красиво, наверное. Ладно, давайте его порву. Ну, он все равно расслабится, поэтому я просто хочу его равномерно как-то разложить. Я его порвала, чтобы в итоге положить до того, как он был целый. Ребят, я гений, я вам отвечаю. Возвращаем на базу на противень и в духовочку на 5-10 минут. Дальше. Предлагаю приготовить начинку для синабона. Для этого нам понадобится яблочное пюре, корица и стевия. Чайная ложка стевии, 1-2 ложка корицы и где-то чайная ложка пюре яблочного. Ой, пахнет очень вкусно, я обожаю запах корицы, мне это напоминает о Рождестве, вот просто. Ну, начинка получается, как на видео, выглядит красиво. Осталось только немного теста распределить, раскатать. Но оно, кстати, получилось достаточно эластичное, я думала, гораздо хуже выйдет. Она его как-то очень хорошо раскатала. Ну, у нее прям вот таких масштабов получилось. Сейчас будем, короче, пальцами растягивать. Я просто лучшего варианта не придумала. Точно, можно же стаканом. Вот, как бабушка учила. В общем, ребят, раскатала я как-то с горем пополам на этот тест. У меня, правда, все порвалось. Добавляем нашу начиночку. Она разрезала пополам вот этот рулетик и вот так вот его свернула. Как вообще это выкладывается? Помогите, хорошее пить. Я не знаю, я как-то... Я очень странно как-то выложила. Главное не красота, а главный результат. Ставим выпекаться. Она вроде не сгорела, но он пахнет сгорелым. Даже не подгорела, ребят. Я думала, что она будет твердая. Она мягкая. Момент истины. Давайте ее разрежем. Ой, а як вону режеться. Короче, ладно, пробуем. Я только что так рот обожгла, вы себе не представляете. Я думала, что она остыла. Я только что так хорошо шлифанула себе кончик рта. Ой, кончик языка. Я его просто не чувствую. Кстати, достаточно вкусно. Сыр какой-то странный. Он типа очень горячий, но он не тянется, смотрите. Конечно, на вкус это вообще не пицца. Просто яйцо с сыром и с томатным соусом. Но когда вам очень хочется пиццы, но вы там худеете или что-то еще такое. Для самовнушения, в принципе, рецепт подойдет. Я этому рецепту ставлю 6 из 10. Нет, 5 из 10. Потому что я обожгла очень сильно свой рот. Ладно, я так к этому не относится. Но на самом деле, да, рецепт простой. Но на вкус это вообще не как пицца. Блин, ребят, я тупая. Я забыла добавить разрыхлитель в синабон. Тут просто не написан разрыхлитель. И я только что заметила, что вместо разрыхлителя она использовала самоподнимающуюся муку. Я не знаю, self-raising flower. Короче, для этой муки не нужен разрыхлитель. И она сама разбухает. Ё-моё, у меня получится. У меня не получится ничего. Капец, я просто гений. Давайте готовить топик. Для него нам понадобится Филадельфия и айсинг шугар. Что? Типа стелия? Она придумывает, блин, айсинг шугар. Вот что это? Ну, это, наверное, тоже нескокалорийный или вообще бескалорийный сахар. Я приготовила только два рецепта. И посмотрите, как я усралась просто. Как же без этого? Ладно, достаем синабон. Вообще, ребят, у меня окончательно села камера. Поэтому показываю вам, снимаю на телефон. Вот такой вот синабончик получился. Я его уже залила кремом. С филадельфией, со стевией. Я сейчас переложу его в другую тарелочку и будем пробовать. Вот у кого-то у меня получилось что-то, я не знаю. Конечно, не так красиво. Плюс я забыла абсолютно добавить туда разрыхлитель. Но если это вкусно, то я в шоке. Мини-десерт пробуем мини-вилочкой. Плохо режется. Вы дисквалифицированы! Я люблю выпечку за то, что там очень мягкое тесто. Из-за того, что я сюда не добавила разрыхлитель. Посмотрите, что это такое! Ну, с начинкой, с вот этим топпингом, в принципе, вкусно. Могу даже рекомендовать этот рецепт. Только не забудьте положить разрыхлитель в тесто. Если у вас не какая-то там специальная мука. Ставлю этому рецепту 7 из 10. В общем, ребятки, всем снова привет! Уже прошла почти неделя с того момента, как я снимала это видео. Я его завтра уже выкладываю. Но неважно. Я не сняла то, как я делаю еще один рецепт. Это вот этот шоколадный торт. Я не знаю, маффит, что это вообще? Но я хочу вам показать результат, потому что я его сегодня все-таки решила приготовить. Я его еще не пробовала. Вот так вот он выглядит. Он уже настоялся. Вроде получилось красивенько. По размерчикам он получился не особо большим. Мне кажется, что это вкусно. Я его разрезала. Посмотрите, какой он получился красивый в разрезе. Это выглядит очень аппетитно. Еще я сделала такой толстый слой ганаша, чтобы мало не показалось. Очень интересно попробовать. Я пробую. Это получилось очень вкусно. Могу рекомендовать вам этот рецепт. Мне кажется, что это вышло вкуснее всего, что я готовила в этом видео. Этому рецепту я ставлю 8 или даже 9 из 10. Ну а вам я говорю спасибо за просмотр. Желаю хорошего дня и всем пока!